Телеканал КРТ представляет Что-то менялось и каким образом бороться с этим беспределом или юридической коллизией? Начиная с 2014 года наша украинская православная церковь, каноническая, подвергалась таким серьезным воспитаниям. Шельмование в прессе, давление государственных органов, неправда, злоба в отношении нашей церкви. Очень много заказных статей, публикаций, передач, обвинений в разных грехах, которые церковь никогда не совершала. И для Порошенко создание так называемой ПЦУ, которая для меня не является, и она не является просто церковью. Это политическая организация с религиозным названием. Это для него было одним из элементов его предубранной кампании. Здесь был чисто прагматичный интерес, чтобы с этой, вы помните, армия Моа Вира. Чтобы при создании этой так называемой ПЦУ, этой бутафорной церкви, это помогло ему стать президентом страны. Помните, я помню эту эпопею с Томасом. Это все в одну канву входило и два закона, изменяющие закон о религии, свободе и вероисповедании. Закон первый был принят в декабре 2018 года, о изменении названия, фактически о изменении названия Украинской православной церкви. И второй закон был принят в январе 2019 года, который позволял немножко упростить процесс так называемого перехода, добровольного, так называемого добровольного перехода из одной юрисдикции церковной в другую. И началось такое давление, жесткое давление со стороны государственных органов, в первую очередь СБУ, Министерство юстиции, областных государственных администраций, которые получали разнарядки команды из администрации президента, тогдашней Порошенко. Сколько храмов должно перейти, там целые разнарядки были, целые планы были, как продразверстка. Сколько храмов в той или иной области, в том или ином районе должно перейти в эту юрисдикцию. И под это был принят этот закон в декабре, то есть в январе 2019 года. Когда был Томас Тур, когда Порошенко приезжал в разные области, в своей предвыборной кампании, везде Томас возил с собой. И к очередному приезду в очередную область должно было такое количество храмов перейти в ПЦУ, так называемую. Этот процесс тогда имел место в очень горячей фазе. И еще раз повторюсь, священники подвергались просто жесточайшему давлению со стороны СБУ. Их вызывали, их старались шантажировать, подкупать, просто запугивать священников. Священники, архиереи нашей церкви. Но, к счастью, подавляющее большинство священников и архиереев оказалось верны своей присяге, которую они давали при рукоположении. Остались верны своей церкви, своему предстоятелю. Там было два щепенца среди архиереев, которые предали свою церковь и туда перешли. Ну, там, скорее всего, это даже, может быть, не под давлением, а по своим каким-то эгоистическим соображениям горделивым, чтобы хотели или возглавить, или стать кем-то там, влиять. Но их моральный облик был таков, что для всех это, наоборот, для всех верующих, верных нашей церкви показалось, что вот эта церковь, ну, туда переходят люди достаточно, ну, с серьезными изъянами моральными. Скажу мягко. Но после того, как этот процесс набирал обороты, и по-разному тогда отчеты шли, мы же помним, как и в прессе, в телепередачах, особенно там, тех каналов, которые поддерживали Порошенко, каждый день давали отчеты, или каждую неделю давали отчеты, сколько храмов перешло в ПЦУ. И все эти, ну, на самом деле, были храмы захвачены. На самом деле, под жесточайшим давлением проводились собрания, так называемые общин, когда не община собиралась, а фактически сход села. Община, вот село тысяч человек, да, община оставляет там сто человек. Но не община собиралась, а сельские головы под руководством районных начальников, в том числе и милицейских, и избушных, собирали сход села, и на нем принимали решение. А там люди принимали решение, которые в храме никогда не были. Когда приходят, они, может, только на Пасху, чтобы посетить куличи и яйца. И все. Таким образом, существовался переход, так называемый «добровольный», в кавычках. И было очень много случаев, они практически все сейчас оспарятся в судах. В случае того, как, я считаю, незаконно, под давлением глав районных областных администраций, силовиков, эти переходы осуществлялись. Но даже те цифры, которые назывались, они не верны. Они тоже не верны. Но после избрания Зеленского этот процесс постепенно… Ну, невозможно сразу все остановить. Если он уже, знаете, какой-то процесс набрал обороты, то есть момент инерции. Еще по инерции что-то там проходило, но сейчас практически уже мы ничего не слышим такого, чтобы что-то было. Где-то какие-то отдельные попытки на Западной Украине могут проходить. Но и то они пресекаются. В общем, этот процесс сошел на нет. И если бы, я скажу так, если бы не внешняя поддержка этой так называемой ПЦУ, она создана только при поддержке государства. А сейчас и оказана просто внешняя поддержка. И мы видим, как Государственный департамент США в лице своего госсекретаря, и там есть специальный посол по религиозной свободе, Сэмюэль Браунбек, везде курсировал по всем поместным церквям, и оказывали давление на поместные церкви, чтобы признали эту ПЦУ. Вот в итоге там выбили признание, опять же говорю, под давлением это было сделано. И премьер-министр Греции, и Майка Помпео, он лично встречался с предстоятелем Ласской церкви. Ласка церковь признала, и еще, кажется, Александрийская церковь признала. Но и то так, очень лукаво признали. Вот таким образом немножко продлили, как бы, дали дыхание этой ПЦУ. Но просто народ туда не ходит. Вот они говорят, мы отказываемся во время коронавируса от богослужения. И в некоторых городах даже было такое, что вот приезжают корреспонденты таких вот изданий, которых мы иногда называем Сарасята, да, приезжают в храм нашей церкви, там на богослужении находится, ну там, 100 человек, да, а приходят в ПЦУ, там или церковь закрыта, или храм закрыт, или там два человека. Я говорю, так у них и так два человека, у них больше не приходит. Хоть коронавирус, хоть карантин, хоть не карантин, у них и так два человека. А в нашем храме было до карантинных ограничений было там 500 человек, сейчас 100. Ну, конечно, люди самоограничиваются. Вот эти все действия внешних сил, сначала государство, Порошенко и вся его банда, вот так вот оказывали давление, чтобы эта церковь была создана. А сейчас еще внешние силы дают второе дыхание этой так называемой церкви, но уже такие случаи были в истории, когда под давлением советской власти была создана так называемая обновленщика церковь, ее и Константинополь ее тогда признал, и государство, мощное советское государство поддерживало эту церковь. А народ туда просто не пошел. Люди чувствуют, где есть благодать, а где ее нет. Душа же, она же, ее же не обманешь никогда. Так и в этом случае. Наш народ чувствует, где есть, ну, церковный народ, я имею в виду, где есть благодать, а где ее нет. Где есть истина, а где нет. Вот и все. И я уверен, что у них будет все равно постепенно все, все, если не будет внешней поддержки, она сойдет на нет.